И вновь попытка не увенчалась успехом. Московский городской суд отказался освобождать мэра Владивостока. Срок ареста Игоря Пушкарева в СИЗО оставили прежним – до конца февраля 2017 года. «По-прежнему целью защиты Игоря Пушкарева является доказательство его невиновности. Мы сожалеем, что сегодня не удалось добиться его освобождения под залог. Но по делу есть достаточно материалов и доводов, свидетельствующих о невиновности мэра Владивостока», – прокомментировала адвокат Виктория Бурковская. Интересы главы Владивостока на этот раз представляла новый адвокат, руководитель уголовно-правовой практики адвокатского бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Виктория Бурковская. Также в зале суда присутствовал адвокат мэра Александр Высоцкий. Усиленная защита просила суд отпустить Игоря Пушкарева под залог или изменить ему меру пресечения на домашний арест. Тем не менее суд отказал, опять ссылаясь на то, что глава Владивостока может давить на ход следствия при помощи СМИ или вовсе скроется на вертолете. Я даже начну с простого, что я могу исчезнуть на вертолете. Во-первых, я летать не умею на вертолете. Во-вторых, чтобы вылететь на вертолете, надо запросить массу всяких разрешений. Во-вторых, допустим, на катере. Катер уже объяснили, что это просто не яркая какая-то морская катер, на которой нужно тоже право управления, распоряжения обладать и иметь. Я не имею таких прав. Или могу скрыться за границей. Паспорт забрали у меня, все паспорта забрали. Обвинения в злоупотреблении полномочиями в адрес Игоря Пушкарева строились на решении управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю. Якобы мэрия Владивостока, МУП «Дороги Владивостока» и компания «Восток Цемент» нарушили процедуру проведения торгов. Однако в августе арбитражный суд Приморского края признал решение антимонопольщиков незаконным. В суде было отмечено, что из 426 закупок, проведенных администрацией города с 2011 по 2015 годы, МУП «Дороги Владивостока» победила 135 раз, что от общего числа торгов составляет около 30%, а не 80%, как указывала антимонопольная служба. «Оказывается, по антимонопольному службу пришли коллеги из органов и говорят, а заведите уголовное, не уголовное, а дело, что якобы нарушил Пушкарев антимонопольное законодательство. В чем? Что лоббировал интересы МУПа, что МУП якобы выиграл у других. Расследование подтвердило, что ни один факт не подтверждается. Все высосано из пальца». Адвокаты, которыми усилили защиту Игоря Пушкарева, считают, что эти обстоятельства позволят по-новому взглянуть на это дело. Остается отметить, что следствие по уголовному делу Пушкаревых продлено до мая 2017 года. А следующее заседание по вопросу очередного продления срока его задержания состоится уже 28 февраля. Алина Черненко, Василий Косилов, Новости на Восьмом.